Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о защищенном смартфоне компании Doogee, который называется S40. Это будет краткий обзор, но в нем, я надеюсь, вы получите всю необходимую информацию для себя. Итак, начнем. И сразу же хочу сказать, друзья, что этот телефон мне действительно понравился, учитывая его цену. На Алике сейчас его можно купить, в принципе, за 80-85 долларов. И то, что этот смартфон умеет, его параметры, они в точности подтверждают его цену и даже больше. Прежде чем более углубленно смотреть на этот смартфон, хочу отметить конкурентов. Первый и главный конкурент, который я увижу, конечно же, конкурент по цене, это Blackview BV55 2.0. Но есть существенные отличия. Дело в том, что стоят телефоны одинаково, функциональность имеет примерно одинаковую, но там хуже процессор. Там нет 4G, там нет NFC и там нет Android 9, который есть в Doogee S40. Сразу же говорю все недостатки, ну а потом о самом сладеньком. Итак, из недостатков я для себя отметил. Это немножко слоупочная скорость работы системы. Причем, перелистывая дисплей, вы не натолкнетесь особо на подтормаживание. Ну, иногда, конечно, они случаются. В целом, говорю, например, вы вводите текст. Может подтормозить, может сразу не ввестись. Вводите в навигаторе тот же самый адрес, куда хотите поехать. Немножко подтормаживает, немножко долго, так сказать, раздупляется сам телефон, для того, чтобы показать вам всю информацию. Но этот телефон менее 100 долларов стоит, поэтому здесь, как бы, особо претензий нет. Еще один недостаток, это разрешение дисплея. Дисплей здесь 5,5 дюймов, но это даже не HD+, это даже не HD-разрешение. Это 480 на 960 пикселей. Пиксели здесь заметны. Сразу же расскажу о динамике. Это бюджетный телефон, от него я абсолютно ничего не ожидал. Понятно, что разговорный динамик такого более-менее хорошего качества, собеседника слышно нормально. Что касается мультимедийного динамика. Он здесь один, находится сзади, снизу. Он на уровне, я вам скажу, лучше, чем у телефонов. Например, Doogee S50, это первое, что мне в голову сбрело. Это телефон, который около 200 долларов стоил, даже больше на старте продаж. Сейчас он стоит чуть меньше 200 долларов. Но факт в том, что этот телефон на 8-ядерном процессоре, он намного мощнее. И у него динамик по качеству чуть хуже, чем в Doogee S40. То есть, внешне мультимедийный динамик. Здесь от меня просто вот такой вот жирный лайк этому смартфону. Звук реально хорош. Продолжая рассказывать о преимуществах данного аппарата, нельзя, конечно же, не затронуть то, что работает аппарат на Android 9. И пусть оболочка, да, она не самая красивая. Ярлычки здесь, ну, такие максимально рагульные для меня. Ну, я думаю, для вас тоже. Но на это можно закрыть глаза. Это реально бюджетный телефон. И, кстати, подобные оболочки можно посмотреть даже в смартфонах стоимостью за 8-9 тысяч гривен. Это 16-20 тысяч рублей. На некоторых защищенниках реально есть похожие операционные системы по дизайну. Далее. Имеем мы здесь процессор MTK6739, который имеет 4G-модуль. Это очень хорошо, но помимо этого, у нас еще есть и NFC-модуль. На данный момент это один из самых бюджетных защищенных телефонов, который работает с NFC, с бесконтактной оплатой. Для многих людей это реально решающий фактор при выборе смартфона. Далее, друзья, это дизайн. Ну и, конечно же, защищенность телефона. Защита здесь IP68. Кто не знает, это, грубо говоря, погружать до 1,5-2 метров, можно телефон под воду, либо же ронять с высоты примерно 1,5-2 метра. И, по идее, он не должен разбиваться. Конечно же, проверить на защищенность от ударов я его прям так сильно не смогу. Но насчет погружения под воду, смартфон абсолютно спокойно выдерживает все эти издевательства. Плюс это даже ощущается руками, когда ты берешь телефон. Абсолютно приятный, мягкий, прорезиненный материал сзади. Немного пластиковых вставочек. Кстати, желтые в данном случае они. Боковые торцы у нас металлические. То есть, все более-менее стандартно. И толщина корпуса это еще один плюс телефона. Удерживая этот телефон, я могу практически, как я касаюсь, пальцами. Это реально очень удобно. Использовать одной рукой телефон можно. Касательно железа дальше. Помимо приятных плюшек в виде NFC 4G, здесь есть 2 гига оперативной памяти и 16 гиг памяти постоянной. Для этого ценового сегмента параметры вполне приемлемы. И я вам скажу, что еще здесь хороший плюс. Это аккумулятор практически в 5000 мАч. 4600, если я не ошибаюсь. И аккумулятор мне реально нравится. Сегодня, вот я последний день перед обзором тестирую и тестирую. Я полтора часа примерно пропользовался телефоном. Разрядился от меня процентов на 10, по-моему, или на 12. То есть реально садится батарейка неохотно. И это большой плюс этого телефончика. Для тех, кто пользуется навигаторами, этот телефон использовать в качестве навигатора можно. Местоположение находит абсолютно так же точно, как и телефоны у нас на Dragon 845, 835, мой Xiaomi на 821. То есть определяет все довольно неплохо. Но в наше время судить об этом уже как-то даже и не хочется. Это такой себе стандарт. Практически любой, даже бюджетный телефон будет ваше местоположение более-менее корректно обрабатывать. Вопрос в том, сколько времени занимает подключение к спутникам и так далее. Здесь не все так хорошо, скажу вам откровенно. Но когда ты все настроил, вбил адрес, который, опять же, я вам говорил, при вводе немножко потупливает, когда вы нажимаете в путь, то навигатор работает более-менее корректно. С этим проблем не будет. Ну а вдруг вы решите поиграть на этом смартфоне? Насчет игрушек все тоже неоднозначно. Все упирается в процессор, ну и плюс в бюджетность телефона. Такие игрушки, как Angry Birds, Trial Extreme, это гонки на мотоциклах и все тому подобное, которые занимают там 100, 200 мегабайт, 300. Они, в принципе, работают вообще без подтормаживаний и в их играть комфортно. То есть так же самое касается мессенджеров, скайп, вайбер и так далее. Кто интересуется, это все нормально работает на этом телефоне. Конечно, на этом телефоне вы не поиграете в PUBG, в танки и так далее. Все такое более-менее требовательное. Этот телефон далеко не для этих игр. Да, немножко подрастраивает, конечно же, здесь дисплей. Он имеет диагональ 5,5 дюймов, соотношение сторон 18 к 9, но разрешение 960 на 480 пикселей. Этого, друзья, реально маловато. Сюда бы 1440 на 720 разрешение HD+, было бы совсем другая картинка. Но во всем остальном дисплей хорош. Это и цветопередача, и 5 одновременных касаний, которые поддерживает сенсор данного дисплея. То есть во всем остальном, касательно и углов обзора, проблем вообще нет. Матрица реально шикарная. Грубо говоря, в телефонах стоимостью в 2 раза дороже. Примерно такие же матрицы по цветопередачу можно встретить. Ну вот разрешение немножко подкачало. И да, поймите, кто будет в комментах писать, что все нормально с разрешением, квадратики, их практически не видно. Да, их не видно. Но зайдя на YouTube, вы не сможете поставить 720p качество. Вы будете смотреть видео максимум в 480. Понимаете? И когда вы растянете картинку на весь экран в 480, вы заметите, что качество вашего видео не совсем хорошее. Это важно. Основная камера. Она 8-мегапиксельная. Второстепенный модуль здесь фактически не нужен, потому что режим боке здесь неполноценный. Фон он не размывает. Он не делает это полноценно. Ну, конечно же, это бюджетный телефон, чего от него еще ожидать. Но в целом, если делать фото в хороших дневных освещениях, условиях освещения, то фотографии более чем приемлемые. Сейчас я вам показываю пример фото на этот телефон сделанных, а также чуть позже продемонстрирую пример видео. И на самом деле хочется сказать, что если вы хотите сделать какую-то фотку, на этот телефон у вас более чем это получится. Это реально хорошая камера для данного ценового сегмента. Опять же повторюсь, стоил бы телефон 110-130 долларов, вот там были уже конкуренты бы немножечко получше с качеством. Но в целом, даже этот телефон с ними может спокойно конкурировать на самом-то деле. Пример записи на Doogee S40, качество звука, видео. Друзья, я надеюсь, в целом вы поняли для себя, что это за смартфон. Это бюджетный телефон, но мне реально было им приятно пользоваться. Именно поэтому я решил снять этот видеообзор и не оставлять в стороне от своего канала эту модельку. Это Doogee S40, напоминаю вам. Это телефон для работяг, для таких настоящих мужиков, скажем так. Ну и не только. Много кто может использовать этот телефон, потому что он имеет реально хорошую защищенность корпуса. Он имеет Android 9, он имеет 4G, NFC, то есть любой современный пользователь. Если вам надо телефон на работу, водитель, строитель, я не знаю, кто угодно. Если у вас телефон в пыли постоянно, постоянно падает, ломается экран, то вот этот телефон, это очень хорошая альтернатива в 2019 году. Любому смартфону обычному, без защиты. Понимаете, это реально хороший, надежный, качественный телефон сбалансированный, который лично я бы даже для себя взял, если бы я работал в какой-то там пыльной или другой работе, которая может повредить основной смартфон. Вы были на канале Твэкдэй, мы смотрели на Doogee S40, друзья. Подписывайтесь на канал, пишите комменты по поводу этого телефончика. Будем на связи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok